а у кипа пошел что куда эту пучку пашу всем привет здравствуйте мои хорошие есть минутка решила выйти в прямой эфир пообщаться всем привет 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 так ну что друзья мои чувствуется что новый год на носу наше самочувствие все хорошо я по поводу беременности не могу вам ничего сказать когда придет время скажу сейчас пока ничего не могу сказать все хорошо не переживайте всем привет привет как кто будет праздновать 2021 год в чем вы будете праздновать этот год в какой одежде вы войдете с каким настроением для всех был 2020 очень тяжелый вот поэтому я желаю всем набраться сил поблагодарить даже если были очень сложные моменты спасибо по поводу цвета я экспериментирую постоянно с головой это чуть фильтра я чуть-чуть розовее чем этот фильтр вот и найдите в себе силы принять уроки которые были в этом году с высоко поднятой головой идти дальше двадцать первом году будет все намного проще я например благодарю потому что в этом году я вышла замуж за сашку благодарю был телепроект были моменты которые были очень приятные сложный год никто не спорит но он был насыщенный плане как для меня чем мы занимаемся я сейчас приехал муж пошел за этими за посылочками у нас нужно подарки прийти не сквозь так я неглазливая вместе насчет переживаете смотрите хочу еще сказать ну и вы мне все задаете беременная линия или нет что это изменит для вас вообще это для меня настолько сокровенно что я кричать на весь мир не хочу об этом потому что были проблемы я думаю все из вас кто следил знают так сколько вы знакомы саши до того как не муж сделал предложение мы были знакомы два месяца потом он мне сделал предложение получается где-то через полгода мы поженились потом еще через полгода повенчались как-то так у нас все быстро у нас темп такой был насыщенный всем здравствуйте здравствуйте да к нам приедет юля жукова и игорь так простите что я завис и горюшка они хотят приехать к нам в гости вот будем праздновать новый год проведем вместе время их очень сильно люблю спасибо так да мы в сочи да да так привет кому-то там передавать сашка раздолбай но он хороший слушайте он не раздолбай но я не могу сказать но я его люблю такой какой он есть все на этом все . как человек он очень хороший конечно добрый люблю его сердце душу так ну давайте вы поделитесь как вы собираетесь праздновать свой новый год дмитренко мы общались пока были на телепроекте но сейчас как-то не полно я думаю что сейчас они придут в себя после того как им пришлось уйти из телепроекта и они отзовутся как-то может быть сочи когда-то приедут и наберут телефон у них есть наш сашка сейчас работает конечно они не расстались юля и и григорий нет не расстались дома в семье вот будут праздновать да по-домашнему я на самом деле тоже всю жизнь праздновал по-домашнему потом года два решила гулять выходить в люди и так далее вот но дома когда ну когда есть семья до круто когда большая семья детки родственники все приезжают это очень здорово у меня много родственников приехали в москву но все остальные в украине вам тоже всего самого наилучшего правда видно по глазам что я счастливая спасибо большое и правда счастлива у нас планы на новый год мы хотим на корабле выплыть в море и встретить новый год в море вот а потом у нас 2 2 1 часа баня 2 числа у нас мы хотим поехать на красную поляну так каким класс ксюша всего вам наилучшего мы дома празднуем муж трое детишек это так здорово я тоже мечтаю поскорее рожать сашки детей чтобы у нас была большая семья к нам 3 числа прилетит насенька у нас тоже грандиозная программа для него подготовлена когда у детей много конечно же это праздник домашний потому что ребятешки там и стежки какие-то приготовят и стол надо накрыть вообще кажется что это как бы да такой очень семейный праздник спасибо большое вот ну ребятам тоже надо выдохнуть после того когда они пережили столько потрясений на доме 2 и конечно юлька очень сильно переживает что они все расходятся что закрывается телепроект надо поднять настроение поэтому кто кто вызывает самую лучшую я не знаю улыбку на лице конечно задойного поэтому мы ждем вот будем их веселить радовать прочитала два моих вопроса спасибо с наступающим а что не читают люди ваши вопросы можете мне задать какие-то вопросы помимо беременности здравствуйте здравствуйте кто новенький присоединяется привет усики с 31 на 1 дома семью 2 так 2 вылетаем на красную поляну с друзьями дружи дружимся ими круто мы будем 2 числа на красной поляне второго числа мы взяли скипазы поднимемся с ребятами проведем вместе время наверху я на самом деле бы покаталась потому что я уже все на низком старте и уже увидела лыжами уже вот так вот дагестан здравствуйте вот я очень сильно хочу стать на лыжи я соскучил такой кайф вообще если кто-то стоял когда-то на лыжах не поймут ой супер задана молодцы мне всегда вы нравились я за вас всегда была отлично спасибо большое спасибо так приятно очень жаль что мы не попали на новогоднее вручение в этот на дом 2 и так хотелось совсем попрощаться где будете вести беременность в частной клинике или государственной в двух одна у меня клиника которая в москве который рекламировала лейб медик там мой доктор который со мной на связи но так как я сахалин здравствуйте так как я нахожусь сочи мне нужно будет становиться на учет наверно хотя бы здесь пока потом переводится в москву я не я пока жду мужа он пошел за посылочками нам тоже были прийти посылки вот пока сижу болтаю с вами все хорошо все будет так как должно быть я поначалу очень сильно настраивалась расстраивалась меня поймут любая любая девушка которая ждет что дела не придут до все таки будет две полоски и все нет и нет меня поймут такие девушки поэтому надо отпустить ситуацию просто отпустить наслаждаться жизнью не концентрироваться не знаете мы мы же не бог всемогущий да чтобы вот захотели и все ими ну видимо как-то должно оно прийти всему свое время у меня я скажу такая история была сестра не могла иметь детей у нее был первый сын второго она не могла забеременеть много лет просто ну вот ну не не шло и все все в один прекрасный момент она забеременела и родила прекрасно мальчиком поэтому девочки вот мне очень много в директ пишет правда не теряйте надежду расслабьте голову свою наслаждайтесь жизнью кайфуйте от своего мужа кайфуйте от жизни я не знаю отпустить ситуацию нужно и тогда все придет а когда ты сидишь напрягаешься блин вот че сейчас не получится вот и нервная система прям расшатывает сразу добрый день расскажите какая первая работа была когда приехали в москву я работала в казино так плюсы минусы жизни в сочи сплошной плюс сплошной плюс минусов не вижу а минусы потому как я даже не знаю как сказать что это минусы люди которые говорят что здесь таких заработков нет и они такие не нужны как москве нужны здесь не так все дорого когда у тебя своя квартира это не дорого вот так одни плюсы случае я обожаю обожаю просто и красную поляну и сочи и все побережье ну еще хочу посмотреть весь крым у меня оранжевер да минусы работы нет ну смотрите работа есть если вы хотите работать если у вас есть порох пороховницы и я например скажу так я приехал в массу с москвы сюда я заработала много за первый месяц жизни здесь много не буду говорить сколько очень много так скажу некоторых год столько зарабатывает я надеюсь я забеременею двадцать первом году не надеюсь а говоришь я забеременею и рожу в двадцать первом году появится малыш не расстраивайся малышечка так почему же из дома 2 сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс У нас только венчание прошло, мы к ребенку уйдем. Ну, какой Дом-2, если нам могли привезти кого угодно? Зачем? Вы риэлтор. Можете и так мне назвать. Я себя больше называю консультант по недвижимости. Брокер, консультант по недвижимости, риэлтор, неважно. Ну, приблизительно все одно и то же. Почему закрываю Дом-2? Нету времени на ТНТ. Они, возможно, и будут, возобновят что-то. Ну, сейчас вот Новый год, сейчас пусть они отдохнут все. Может быть, что-то придумают, какую-то другую площадку. Может быть, не закроют до конца, до каких-то пар оставят. Было бы очень здорово. Очень хорошо выгляжу, спасибо большое. Счастье делает свое и на внешности, и в душе, когда ты просыпаешься и понимаешь, что ты счастлив. Я забеременею и рожу в 21-м году. Я с тобой. Так, Дом-2 закрывает нас всегда привет. А какое у вас образование? Высшее туризм и гостиничное ресторан и бизнес. А новые лица будут приходить? Я вообще не знаю, это мои догадки. Девочки, даже не слушайте там. Это вот мои предположения, да. Я не утверждаю ни в коем случае, что я знаю, что они останутся, не останутся. Я не знаю, они сами не знают. Но то, что они устали, это точно. Нервов, конечно, очень много забрал этот год у них. Мне очень жаль коллектив людей, которые работали очень-очень много лет друг с другом. Небольшущая семья, 17 лет, представляете? И есть люди, которые остались без работы, наверное. Ну, вот это только жалко очень. Так. Закрыли за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Ну, вот такое тоже есть, да, наверное. Вы как Саша говорите, слова путаете. Путаем слова. Ну, может, я не знаю, я не замечаю. Я же с мужем живу и с ним общаюсь, поэтому он что-то от меня берет, я что-то от него беру. Лель, передай всем привет. Вот, подписчикам. Сидит, глаза порвала, где папа, да? Чичандрик мой. Ой, типа зимой, базимой. Я помню, как вы только начали вести прямые эфиры. Было только 30 человек, сейчас 70. Я с вами с самого начала. Ну, моя хорошая Настенька, спасибо большое. Тоже будет первый ребенок. Очень хочется из-за возраста, боюсь. Не надо бояться, мне тоже 36 лет. Мне тоже 36 лет. Бывает, люди рожают в 40. Первого ребенка. Отчаиваться не нужно. Так. И надо отчаиваться, все будет хорошо. Я бы, на самом деле, взяла бы с детдома ребенка. Ну, у мужа есть ребенок, поэтому я думаю, он... Знаете, надо любить. Любить ребеночка. Он не должен чувствовать, что он не твоя кровь. Мне 40. Ничего страшного. Ничего. У меня в 41 или в 42 родила моя соседка. Первого ребенка. Ну, правда, икона делала. Я третьего родила в 37. И ничего. Жива. Ну, девочки, смотрите, каждому свое. Я, на самом деле, рада. Правда, я принимаю все, что мне Бог дал. Я рада, что я пожила для себя. Я очень много чего успела. Я развивалась. Я жила для себя. Я путешествовала. Я росла и финансово, и морально. То есть было время посвятить себе. Сейчас, когда я уже вот такая вот, нужно, чтобы пришел в мою жизнь ребеночек. Ксения, к вам можно обратиться как к риэлтору? Да, можно. Можно. Но я с дачами не занимаюсь. Ну, если только кто-то из моих знакомых сдает. А так, в основном, продажа, покупка. Ксюш, ты меня вдохновляешь. Ты такая добрая. Классно. Спасибо, Ксюша. В каком жилом комплексе вы сами приобрели жилье? Я приобрела в очень дорогом комплексе. Я не буду. Ну, у меня он есть. Лазурный берег. Там дорого. Покупала еще на стадии строительства. Я всегда покупаю на стадии строительства, чтобы дорожала недвижимость. Вот. Ну, а так, смотря сколько у вас денег. Я в 32 первого родила. Легко. Пожалуйста. Всему свое время. Поэтому, девочки, главное не отчаивайтесь. Все будет хорошо. И не циклиться. Не обязательно нужно циклиться на этом. Вот все. И каждый вот этот вот день, когда у вас приходят женские дни, что вы там жить не хотите. У меня была депрессуха очень сильная. Так, извините. Сейчас, подождите, пожалуйста. Есть. Надо было мужу отдать этот код. Прошу прощения. Так. Я родила в 36. Ничего не отчаивайтесь. Это круто. Вот это, знаете, я думаю, что когда ты в таком осознанном возрасте рожаешь, и ребенок по-другому у тебя ощущается, и ты посвящаешь, и материнством так-то ощущения совсем другие, да? Тебе не тянет там потусить куда-то, а ты вся растворяешься в этом материнстве. Поэтому, так, главное, чтобы здоровье было выносить лялю. Такое возрасте уже неважно. Бывает так, что с возрастом здоровья все меньше. Это 100%. Я к тому, что вы умничка. У вас все будет. Вы прям очень добрая. Все будет. Спасибо. Все, милые мои, я так понимаю, сейчас придет уже мой мужнечечек. У нас есть пять минуточек. Может, даже три минуточки. Я буду заканчивать эфир. Можете еще задать мне какие-то вопросики. С удовольствием отвечу. Ляля, ты не хочешь задать вопрос никому? Нет. Сашке с тобой очень повезло. Мне тоже очень повезло. Мне тоже. Он хороший парень. Просто нужно было найти к нему легкий подход. И все. Все будет хорошо. Всего-всего вам доброго. В новом году. Спасибо. Классная жена у Сашки. Спасибо. Как мы познакомились в соцсети. Случайно вообще. Квартира есть, машина есть. Красивая самодостаточная. Это как бонус. Понимаете? Все, пришел мой муж.